Примерно 50% нашего населения относят себя к фанатам японских автомобилей И заслуженно скажу я вам, смело причислив себя к той же категории антивагодрочеров В одном из ближайших выпусков у нас появится японец старенький А сейчас, друзья мои, красивый, новый, солидный, большой Honda CR-V пятого поколения С Honda CR-V у меня вообще связаны очень теплые чувства Когда-то давным-давно, когда первое поколение этой машины пришло на наш рынок Уже появились 2-3 летки, я уже барыжила тачками И на тот момент на DLNX я зарабатывала где-то 200-300 долларов У меня были друзья в Питере с дилерским центром Honda Я в Москве покупала CR-V, гнала туда и зарабатывала на одной машине от 1000 до 2 И для меня это было эге-гей, какой успех Так вот, я помню, что тогда перегнать машину в Питер, это было отдельное удовольствие Единственное, чего мне не хватало, это Макдональдса в вышнем волочке, который там сейчас есть Взяла я эту машину в пресс-парке с желанием снять исключительно на второй канал И потом мы поехали в красивейшие говны, делая основную ошибку людей, которые только пересели на кроссовер И тут как началось, увидели фото в инстаграме Сними, сними ее на основной канал, ну друзья мои, как всегда, ваше желание закон Ну помимо внешности изменения, в которой так очевидно, когда я открыла автомобиль У меня была первая мысль, блин, нифига себе Теперь ни один владелец тех же немецких автомобилей не сможет вам сказать Хе-хе-хе, ты ездишь на пенсии, на старые пенсии И это совершенно нормальный, современный автомобиль Если вы помните, какие моторы были после рестайлинга у четвертого поколения Здесь вас ничего не удивит, ибо они не обновились Это двухлитровый 150-сильный агрегат Упс, позорная палка у нас здесь имеется И 2,4 186 лошадиных сил с непосредственным впрыском Я не ездила на сервис с двухлитровым мотором У нас было только вот это, 2,4 Так вот могу вам сказать, что эту машину туповатой никак нельзя назвать По крайней мере в городе Вроде как, крутящий момент не очень высокий, 244 ньютон метров Но вот так достаточно Думаю, что это как раз-таки эффект вот этого взаимодействия и настройки с бесступенчатой трансмиссией Если открывая капот, вы не хотите тискать вашими чистыми ручками вот эту вот грязную палку У дилера сразу придется потратиться на установку пневмоподпорок Реально расход получился на трассе где-то порядка 8 литров В городе с пробками, смешанный цикл туда-сюда, торможение, немножко грелись в машине 12 Ну что вам сказать, ребята, про эти моторы? Да не знаю, что сказать, потому что сказать мне на самом деле нечего Обычно, когда начинаю придираться, список недостатков вот такой Здесь это атмосферные агрегаты в теке, хорошо давно известные Кстати, что касается бензина, производитель официально заявляет, что можно лить 92-й Если эту машину нормально обслуживать, то когда-то через годы на табло вы увидите пробег 500 И просто поедете на очередную замену масла Если динамики вдруг вам покажется, что недостаточно, можно селектор в спорт перевести Машина, ну так, стандартно немножко поджимается, становится чуть более активной Вот в каждом своих действиях, в стартах, например Но все здесь опять же упирается в CVT, в вариатор Который бережет себя и где-то до 30-40 км в час вы не можете прямо сделать очень резкий рывок И в этом есть... А вот сейчас, например, со скорости километров в 40 я вполне-вполне нормально разогналась Нет, короче, в городе никаких проблем И как раз переходя к вариатору Вариатор это у нас коробка Сейчас обратно в D поставлю Которую многие очень боятся А что вы ее боитесь-то, ребята, в случае, если вы покупаете новую машину Здесь вариатор, ну, гарантированно отходит 250 тысяч километров пробега Я вам помните говорила о том, что ресурс мотора где-то 500 как минимум Так вот, вариатор считайте половинка при обслуживании и при нормальном подходе к автомобилю Кроссоверы, друзья мои, совсем не любят, когда вы регулярно тянете их в бездорожье И делать я вам это совсем не рекомендую Другой вопрос, что иногда по лесу, да за грибочками На некоторых из них проехать вы можете, а на некоторых нифига Здесь мы попробовали 208 миллиметров дорожного просвета В принципе, и так неплохо Все сопли внизу подобраны Потому что зачастую вот эти вот показатели дорожного просвета Которые производитель нам объявляет, являются ерундой Потому что что-нибудь там маленькое одно, но висит достаточно низко У CR-V не висит Машина идет по бездорожью хорошо Все CR-V сейчас идут на наш рынок полноприводными Кстати, чуть не забыла Поменялась подвеска Появились 4 гидравлических сайлент-блока И сзади вместо двух поперечных рычагов теперь многорычажка Не думаю, что это повлечет какие-то неприятности по надежности Хонда никогда этим не славилась Может быть, это не самый дешевый автомобиль по обслуживанию Но зато по надежности он великолепен И это окупает стоимость запчастей с лихвой И раз уж мы стоим у багажника, проводя параллели с конкурентами Могу вам сказать, что CR-V может быть в чем-то попроще Но она здоровая, блин Она просто огромная Посмотрите, какой багажник Ё-моё Она высокая Да и там для задних пассажиров просто дофига места Из прелестей для задних пассажиров мы имеем центральный подлокотник В котором есть два подстаканничка Два USB разъема И подогрев задних сидений Ход крышки можно тормозить где-то посередине Во многих машинах этого как раз таки не хватало Нифига себе подстава Прикинь, сейчас был шанс улепиться Если бы тормозов не хватило Слушай, хорошие тормоза Здесь электроусилитель тормозов, насколько я помню Ну, блин, хорошо, я как-то не успела испугаться У нас с вами журналистская машина Как всегда в комплектации топ-перетоп Вообще всего комплектаций три штуки И этот автомобиль стоит порядка 2 миллионов 400 тысяч рублей Что вы за эти деньги увидите? Да, собственно, все, что вы привыкли видеть в дорогих машинах по оснащению Минималка, минималка, это 1,8 Чуть меньше, чем 1 миллион 800 тысяч рублей Стоит ли брать топ-жир? Не знаю, потому что уже в базе есть и полный привод, есть автоматическая трансмиссия В общем-то, все есть Может быть и стоит ограничиться необходимо На этой машине за неделю мы проехали порядка 2000 километров Так что некоторые выводы точно сделать можем Но первое, проекционный дисплей решен весьма необычным образом Выезжает перед вами прозрачная штучка На которую, в принципе, удобно смотреть Но просто необычно Что это у нас пикает? А, это ей холодно И мне, собственно, тоже Упс! Я случайно нажала кнопочку, которая проекцию убирает А хотел на самом деле вам рассказать про регулировку В зависимости от роста и удобства посадки Вы можете регулировать изображение на проекционном дисплее То есть переносить его вверх и вниз Удобно, хотя, как мне кажется, посредине самое то На руле достаточно удобно и необычно реализована сенсорная клавиша При прибавлении и убавлении звука Но, правда, у меня, может быть, ручки кривенькие Я не знаю, случайно получалось, что я ее задевала И звук самопроизвольно прибавлялся За время эксплуатации заметили пару забавных моментов Первый Из каких бы говен мы не вылезали Вот эти вот боковые стекла остаются чистыми, представляете? Но, второе, такой маленький минусок Смотрите, что я делаю Щетки, ау! Не спать! Щетки, не спать! То есть для того, чтобы они сработали Мне нужно добрызнуть до датчика дождя, видимо Либо сделать вот так, а потом еще одним движением смахнуть То есть автоматически при одном маленьком впрыске Щетки не срабатывают Возможно, это просто особенность преспарковой данной машины Ну, ребят, если кто-то уже владеет новой серви, напишите А, ребята, прикольно Еще это первая машина, в которой я увидела Яндекс.Навигатор Здесь также есть Яндекс.Радио Но я, честно говоря, им вообще не пользовалась Еще из того, что обычно бывает у дорогих автомобилей И что здесь реализовано очень необычно Мне понравилась система Lane Watch Это система отслеживания безопасной зоны перестроения Я бы вот так сказала Вот, например, сейчас я включила правый поворотник У меня на экране появились рисочки Которые для меня совершенно четко и ясно показывают Где корпус моего автомобиля И где зона безопасного перестроения Видите, вот я поворачиваю И я все шикарно вижу Я просто великолепно видела сейчас край бордюра Что у меня здесь не подлез никакой велосипедист Бабуля и так далее и тому подобное То есть очень удобно в том плане, что Когда ты на этой машине некоторое время ездишь Ты к этому привыкаешь И включаешь правый поворотник И у тебя на секунду взгляд бросается вот сюда на экран И ты видишь вот просто доли секунды Ты видишь, что все У тебя по этому борту, по правому все хорошо По мне это безопаснее, чем обычные боковые зеркала Потому что ночью, когда ваш взгляд видят мало Здесь на камере видно великолепно Конструктор этого автомобиля, видимо, был фанатом гаджетов Потому что здесь огромное количество ниш Куда вы можете положить все, что угодно У нас влезло чуть ли не все съемочное оборудование на зарядку Посмотрите Для одного телефона Для второго, он же подстаканники И вот здесь вот огромная корыта В котором, кстати, есть два USB разъема Лай-лай-лай HDMI разъем И прикуриватель Твою мать Короче, этот подлокотник был регулируемый Очень понравилась подвеска Чем понравилась? Тем, что... А вот этим Оп-оп-оп Тем, что она достаточно мягкая Но люди воспринимают японские автомобили по-разному Некоторые считают, что Honda обязана быть жесткой и очень управляемой Это кроссовер, господа Уже давно, те времена, когда кроссоверы вышибали из вас весь мозг И были зубодробильными, ушли Ибо нет смысла зажигать на кроссовере Да глупость Лучше иметь достаточно комфортную подвеску Так, как любят в Америке И вообще у меня создалось впечатление, что эта машина во многом заточена под североамериканский рынок Что для меня, как для человека, который любит более-менее комфорт для своей попы Вполне является плюсом Однозначный плюс этого автомобиля – его надежность Эти машины, покупая раз, обычно народ держит в своих руках долго Доказательство тому, что на вторичном рынке они обесцениваются очень и очень медленно Например, предыдущее четвертое поколение таких машин минимум стоит по миллиону рублей Если не верите, сами посмотрите внизу по ссылке в описании на автору Раньше, честно вам скажу, для меня от CR-V немножко попахивала бабушкой Мне казалось, что эта машина для пенсионеров Сейчас почему не для молодежи, почему нет? Если у вас есть нужная сумма на покупку этой машины, отличный вариант Она большая Она относительно кроссоверов достаточно проходимая Иногда, помните о коробке Она стала просто красивая, хотя это, конечно же, вопрос вкуса Я бы выбрала белый или красный цвета Тогда она просто выглядит большим автомобилем Ну и CR-V из разряда тех машин, которые вы вполне можете передать своим детям и внукам